Красная ленточка и символическая бутылка шампанского, которую разбили о борт судна на удачу. В торжественной обстановке на воду спускают несудоходную сухогрузную баржу Самарская-3. На ее строительство ушло около года. Судно получило символическое название. В прошлом году спустили на воду две такие же баржи. Длина судна более 95 метров, а ширина почти 17. Проектировали баржу инженеры из Санкт-Петербурга, а сконструировали на Самарском судостроительно-судоремонтном заводе. Она предназначена для перевозки крупных и негабаритных грузов. Может работать как на реке, так и на море. Это у нас сухогрузная баржа. Она предназначена для перевозки генеральных и сыпучих грузов. Перевозить может все виды – и металл, и крупногабаритные, и зерно, и химикат. На торжественное открытие приехали сотрудники предприятия, представители правительства Самарской области и администрации города. Самое главное, что предприятие не только восстанавливает судоремонтные традиции Самарской области, оно находится на производственной площадке Самарского нефтефлота, который был создан в 1958 году, а сегодня предприятие развивается. И уже это судостроение. Это не просто ремонт, а это судостроение. Это очень важно, это новый этап, это новый уровень развития. Самарский регион – покоритель всех стихий. В воздух у нас ракетостроение, авиастроение, у нас автомобильстроение. И мне, как главе администрации Куйбышевского района, очень приятно, что Куйбышевский район – это база судостроения. Предприятие становится, по сути, предприятием полного цикла, не только ремонтным. Я желаю, Сергей Алексеевич, вам лично, да, всему коллективу заказов как можно больше, чтобы на полную производственную мощность предприятие вышло, и чтобы эти заказы были на долгосрочный период. В этом году нефтефлот заключил договор на строительство пассажирских судов. Представители правительства и администрации города заложили первую секцию корабля. И в торжественной обстановке на будущей палубе прикрутили табличку. Судно будет способно вмещать 200 человек. Его длина – почти 30 метров. Строительство двух новых пассажирских судов планируют закончить в следующем году. Елена Малютина, Константин Головин. События.